С чего начинается семья? В Новом Осколе считают с красивой традицией. Здесь решили обратиться к народным обрядам и не просто вспомнить, как играли свадьбы в первое воскресенье после Пасхи наши бабушки и дедушки, а превратить народные гуляния на Красную Горку в проект городского праздника. Его авторами выступили работники Дворца культуры Оскол и местная казачья станица. Проект выиграл грант губернатора области в размере 250 тысяч рублей. И стал началом традиции теперь уже целого района, рассказывает Елена Голотовская. Всем, кто пришел в этот день в городской парк, невозможно было остаться в стороне от праздника. Всю территорию разбили на игровые зоны. Участие в конкурсах принимали и дети, и взрослые. Тут и ловкость можно было показать, и силы помириться, и просто поиграть. Организовали праздник казаки, а какой же казак без лихого скакуна? И детворе весели, еще бы, кони-то разные. Прокатиться можно было и на такой телеге, и верхом. А еще волоконовские казаки показали, как владеют шашкой. А добрые молодцы из старооскольского клуба «Скиф» с мечами даже в пляс пустились. Если бы вот такие были мероприятия в каждом районе, и была именно пропаганда, и это является и только казачьей культуры народа, но и патриотизма. Любовь к своему отечеству, к своей роде. И главное, что единение и сплоченность – это наш залог победы. На выставке местных мастеров центральное место занимает символ праздника – яйцо. Общеизвестно, что на Красную Горку, как и на Пасху, принято было красить яйца. Но оказывается, хорошо в этот день еще и яичницу пожарить. От такого блюда и удачи на весь год, и здоровья. Сегодня в самую большую яичницу разбили полтысячи яиц. Не обошлось на Красной Горке и без свадеб. Считается, что браки, заключенные в этот день, самые счастливые. А если пожениться при всем честном народе, по правилам старинных русских обрядов, то воспоминаний хватит на несколько поколений вперед. Молодожены советуют всем, кто набетил свадьбу на это время, прийти на Красную Горку в Новом Осколе. Пусть приходят обязательно. Здесь очень весело. Мы благодарим организаторов за то, что меня пригласили. Да. Рады посмотреть, были такой замечательный концерт. И большое спасибо организаторам, нашему дворцу Осколу, нашим замечательным культурным работникам за такое очень веселое и эмоциональное, положительно настроенное мероприятие. Я уверен, что праздник станет традиционным. Посмотрите вокруг, сколько людей, сколько желающих сюда прийти, с семьями, повеселиться. Ведь каждая территория чем-то должна отличаться. Это изюминка, это то, что смогли найти в наших фольклорных источниках работники культуры. Так что на Воскольского районе есть теперь еще один бренд. Народное гуляние на Красную Горку решили проводить здесь ежегодно. И каждый раз обещают организаторы по-новому. Елена Голотовская, Михаил Долженко, Новости мира Белогория.